МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Далее расскажем обо всем подробно. Роспотребнадзор постановил провести обязательную вакцинацию в Нижегородской области для отдельных категорий граждан. Обязательной вакцинацией подлежат работники торговли, общепита, салонов красоты, транспорта, ЖКХ, театров и кинотеатров, образования. Также обязательную вакцинацию должны пройти государственные и муниципальные служащие, сотрудники правоохранительных органов. Прививку от коронавируса необходимо сделать до 25 июля. В случае использования двухкомпонентной вакцины до 25 июля привиться первым компонентом, до 25 августа – вторым. Семьи с двумя и более детьми освободят от уплаты налога с продажи жилья, если они в течение календарного года направят эти средства на приобретение новой жилплощади. Такую инициативу предложил президент России Владимир Путин. Бывает так, что семья приобрела жилье, а вскоре в семье произошло прибавление, пополнение. Родился еще ребенок. И квартира становится уже слишком мала для этой семьи. Слишком тесной становится. Однако сегодня при продаже жилья, которое находится в собственности менее пяти лет, уплачивается подоходный налог. Порой эта сумма для конкретной семьи является значительной. Вот именно ее и не хватает для того, чтобы эта семья при рождении детей последующих смогла быстрее купить новое жилье. Также президент напомнил, что программа льготной ипотеки будет действовать до 1 июля 2022 года. При этом ставку поднимут до 7%, а предельная сумма кредита станет единой для всех регионов России – 3 миллиона рублей. Кроме того, семейную льготную ипотеку по ставке 6% теперь будут предоставлять и семьям с одним ребенком, если он родился после 1 января 2018 года. Максимальная сумма кредита по семейной льготной ипотеке составит 6 миллионов рублей. По программе льготной семейной ипотеки можно будет взять новый кредит или рефинансировать существующий. Из-за осложнения ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Нижегородской области ввели новые ограничения. Теперь при регистрации брака гражданам необходимо предоставить сертификат профилактической прививки от COVID-19, отрицательный ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию, который получен за 3 дня до заключения брака, или результат теста на антитела. У несовершеннолетних должны быть с собой результаты экспресс-теста на антигены вируса. Также в ЗАГСе все участники церемонии должны быть в защитных масках. В зале может присутствовать не более 20 человек, исходя из расчета 1 человек на 4 квадратных метра, на открытых площадках 1 человек на 10 квадратных метров, но не более 50 человек. Клиническое исследование вакцины «Спутник Ви» для подростков 12-17 лет начнет Центр имени Гамалеи на площадке московских медицинских учреждений в начале июля. В данный момент проводится предварительный набор добровольцев для участия в исследовании. По результатам можно будет принять решение о включении подростков в программу вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Стартовал прием сообщений для прямой линии с Владимиром Путиным. Она пройдет 30 июня. Задать вопрос президенту можно несколькими способами. Установить мобильное приложение «Москва Путину» на сайте moskvadefizputinu.rf или moskvadefizputinu.ru Прислать сообщение на номер 04040 или позвонить по телефону 8 800 240 40. Звонок бесплатный. Кроме того, обратиться к президенту можно с помощью официальных групп в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Непривитого работника могут отстранить от работы без сохранения заработной платы за отказ от обязательной вакцинации. При условии, если ее установили в регионе, по распоряжению главного санитарного врача. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Отстранение действует в течение периода, на который вводят обязательную вакцинацию. Взыскание алиментов перейдет в онлайн-формат к 2023 году. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Таким образом, государство защитит интересы и права ребенка, отметил он. По словам Чернышенко, в рамках цифровой трансформации будет выстроена система электронного межведомственного взаимодействия с банками и работодателями, что обеспечит безусловное исполнение судебных решений по взысканию алиментов. Кроме того, к 2023 году у россиян появится возможность подавать иски в мировой суд через портал Госуслуг. По данным ФГБУ Верхневоужской ОГМС, в период с 22 по 24 июня в большинстве районов Нижегородской области сохранится аномально жаркая погода. Столбики термометров будут подниматься до 30-34 градусов. В Роспотребнадзоре напомнили об основных правилах организации труда в таких условиях. Если температура в рабочем помещении приблизилась к отметке 28,5 градусов, рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на 1 час при повышении температуры до 29 градусов на 2 часа, при температуре 30,5 градусов на 4 часа. Саровчанин обратился в дежурную часть с заявлением о краже своего имущества. Неизвестные вскрыли его машину ВАЗ-2131, припаркованную на Пионерской, и унесли аккумулятор, магнитолу и инструменты. Полицейские проводят проверку. Чем еще запомнилась минувшая неделя сотрудникам правопорядка, расскажем далее. За минувшую неделю в Сарове произошло 5 ДТП. В четырех из них получили повреждения только автомобили. В одной аварии пострадала 19-летняя девушка-пешеход. Днем в пятницу она переходила дорогу возле первого интерната. Ее не заметил водитель Шкоды. К сожалению, пешеход получил телесные повреждения. После осмотра врачом данная гражданка была отпущена и проходит амбулаторное лечение. И, к счастью, без значительных последствий, то есть переломов нет. Телесные повреждения связаны с ушибленными ранами одной из конечностей и локтевых коленных суставов. В полицию продолжают поступать заявления о краже велосипедов, причем угоняют и пристегнутый тросом транспорт. Так, рано утром из подъезда одного из домов на улице Шевченко похитили велосипед марки «Атом». Удалось сотрудникам уголовного розыска установить лицо, причастное к совершению преступления. Им оказался гражданин, ранее не судимый, 86-го года рождения. Велосипед у него был изъят по месту жительства. Проводится проверка на причастность данного лица к совершению аналогических преступлений. Еще один велосипед похитили из дома на улице Куйбышева. Транспорт также был пристегнут. Лишился своего коня и житель дома Силкина 2А. Мы в ответе за тех, кого приручили. Собаки беззаветно любят своих хозяев просто так, без какой-либо причины. Они нуждаются в заботе, внимании и абсолютно беззащитной перед человеческой жестокостью. Домашний пес Джек сейчас находится в ветеринарной клинике. Жизнь четвероногого спасают неравнодушные жители нашего города. Подробности в следующем репортаже. Джеку почти 14 лет. Он домашний пес, но на улице зачастую проводил больше времени, чем в квартире. Жильцы дома на Музруково его подкармливали и периодически залечивали раны, которые появлялись на нем с пугающей периодичностью. Порой пса приходилось везти к специалистам, так как самостоятельно помощь они оказать не могли. После Джек всегда возвращался к хозяевам и все повторялось. Пока однажды он не перестал выходить из квартиры 4 дня. Во вторник утром получили информацию, что собака находится дома и в очень тяжелом состоянии. Принято было решение сразу прийти к хозяину и предложить помощь. В квартиру нас пустили, но при предложении помощи и мы показали, что у собаки есть раны, хозяин повел себя очень агрессивно. Достал нож и нам пришлось просто с квартиры удалиться. Неравнодушные соседи обратились за помощью в правоохранительные органы. Но проверка заняла бы время, а терять нельзя было ни минуты. Пса отправились вызволять с депутатом этого округа Дмитрием Авдеевым. С народным избранником владельцы Джека согласились поговорить. Я договорился о том, что приедет специалист и осмотрит его. Результатом осмотра и результатом анализа крови мы договорились о том, что мы заберем животное для оказания его ветеранной помощи. Здесь уже в клинике было понятно, что ни коим образом обратно отдавать ему мы не будем. Несмотря на все жестокие испытания, через которые Джеку пришлось пройти, он не обозлился. Осмотр врача пес перенес стойко. Не рычал и даже не скалился. Только преданно смотрел на своих спасителей. Сильнейшее истощение. Собака весит 27 килограмм. Печеночная недостаточность. Ожоги предположительные от сигарет. Лапы сильно повреждены. Возможно, перебиты. Точно будет известно только после рентгена. Где-то полгода назад ее привезли. Были точно такие же. Одно было повреждение. Была такая же резаная рана на передний лап. Точно такая же. Как вот сейчас на нем где-то 6-7 штук. Они какие-то заросли. Шрамов. Вот здесь вот шрамов очень-очень много. Список травм кажется нескончаемым. Джек постепенно шел на поправку. Но недавно его состояние ухудшилось. Для помощи четвероногому другу волонтеры объявили сбор пожертвований. На первый этап лечения деньги успешно собрали. По вопросам помощи можно обращаться к куратору Елене по телефону 8-951-917-77-16. Спасители Джека всеми силами стараются не допустить того, чтобы пес снова вернулся к своим хозяевам. И пытаются найти ему новый дом и добрых, ответственных владельцев. Мы это дело оставлять на самотек не будем. Мы-то так не оставим. Это ужасный, вопиющий случай жестокого обращения с животным. Мы подготовили заявление в прокуратуру Нижегородской области. И если дело будет стопориться, мы дойдем до генеральной прокуратуры. По факту жестокого обращения с животным правоохранительные органы сейчас проводят проверку. Инициативная группа просит жителей города обратиться в полицию тем, кто стал свидетелем жестокого обращения с Джеком. Одни собаки становятся жертвами человеческой жестокости, другие спасают жизни, ловят преступников, предотвращают теракты. Четвероногих служителей закона любят, кормят, тренируют специально обученные люди – кинологи. И они точно знают, на Лохматова коллегу всегда можно положиться. 21 июня в России отмечают День кинологических подразделений МВД России. О том, как растят и воспитывают служебных собак, расскажем в следующем репортаже. В Егозе 10,5 месяцев. Кличка ей определенно подходит – активная жизнерадостная непоседа. Она проходит обучение по специализации поиск человека по запахам и следам, поиск вещи и обыск местности. Еще одно направление – поиск тел погибших и следов крови. Елена Ткаченко взяла на обучение бельгийскую овчарку двухмесячным щенком. Параллельно этому обучаем выборки вещи, чтобы она могла дифференцировать запахи, отличать один запах от другого, и ей потом проще идти по следу. То есть она знает, какой запах был на исходной точке, и какой ей надо искать по следу, не сбиваясь на другие запахи других людей. Закончив обучение, Егозе предстоит сдать экзамен в Центре кинологической службы Нижегородской области. Там специальная комиссия определит, готова ли она нести службу или еще нет. Другие четвероногие стражи уже прошли обучение. Тренировки у нее ежедневные, потому что готовятся, учатся. А у готовленных собак у них тренировки два раза в неделю, по мере необходимости. Можно и чаще, на усмотрение кинолога. Всего в кинологической службе шесть собак. Конвойная, следовая, специализирующаяся на поиске взрывчатых и наркотических веществ. При отборе кандидатов для прохождения службы порода не играет весомой роли. Здесь главное, чтобы собака имела рабочее качество, могла искать, у нее было желание искать, желание работать. Ну и вот по следовой это задержание. Обычно срок службы собак не превышает 8 лет. Отправить на пенсию их могут также и по состоянию здоровья. В связи с новыми ограничениями из-за роста заболеваемости коронавирусом в детской библиотеке имени Пушкина временно отменили все массовые мероприятия. Но работники надеются, что совсем скоро смогут вновь встретиться со своими читателями. На последней встрече в рамках проекта «Библионии» ребятам рассказали о жизни князей на Руси. Подробности в следующем репортаже. Каково на Руси было князьям? Об этом ребята узнали на очередной встрече в рамках летнего проекта «Библионии». Тему приурочили к 800-летию со дня рождения Александра Невского. Маленькие гости узнали, какими знаниями, умениями, талантами обладал великий князь. Нашим гостям представилась интереснейшая возможность ненадолго перенестись в эпоху 13 века. Ребята разгадывали старинные рукописи, разбирались в древнем оружии, узнавали о древних битвах, о старинных русских городах. Игры и квесты – часть летнего досуга детей. Библиотекари чутко следят за интересами ребят, поэтому встречи проходят интересно и познавательно. Мероприятия развивают у детей творческое мышление, умение общаться и прививают любовь к знаниям. Мы стараемся наши мероприятия делать не только развлекательными, но обязательно добавлять в них какую-то познавательную линию, то есть обязательно после каждого такого мероприятия мы проговариваем с детьми о том, чему мы научились сегодня. В связи с новыми ограничениями за коронавирусом в детской библиотеке имени Пушкина временно отменили все массовые мероприятия. Но работники надеются, что совсем скоро смогут вновь встретиться со своими читателями. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе, смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Анна Белепет. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!